И имахме мини-путешествия, как-то забелязахте. И нам нужно было через Бургас проехать в Пловдив и потом обратно. Через Бургас требаше доходить во Пловдив и после назад. И, если честно, я летом вообще ненавижу ездить в Пловдив, потому что там очень жарко. Лето, то мрази, доходя в Пловдив, за что-то там много горешто. Ну и у нас было две причины для поездки. Первая, это надо было к хирургу насчет Абички съездить. И имахме две причины. Ходихме при хирург заради Аби. И вторая, это на свадьбу попасть. И вторая, это причина беше, да паднем на една свадьба. Вот. И, короче, мы выехали еще в обед. Было уже жарко очень. На обед трыгнахме, вечер беше горешто. Я думаю, блин, как мы вообще доедем. Я си мислих, как ще стигнем. И когда мы, а, и в Бургас мы приехали, мы увидели с одними нашими друзьями в Бургасе. В Бургасе видяхме с одними наши приятели. Мы очень классно пообщались, провели вместе время. Много яку прикарахме время заедно. Выехали из Бургаса и просто ливанул такой дождь. И когда путавахме от Бургас до Пловдив, имало много силен дождь. И вокруг нас молнии сверкали. Около нас имало милнии. Было очень красиво. Для Абички был белый шум. Она очень спокойно спала. Беше много красиво. И за Аби този шум беше най-добърза с ней. И вообще всю дорогу она очень спокойно себе вела тоже. Целият път тя спокойно сидрежеше. И мы приехали в Пловдив и там просто было на следующий день прохладно. Это просто чудо. И в Пловдив на следващия день беше така хладничко и беше чудо за нас. И потом мы поехали уже в больницу на консультацию. Отидахме в больница на консультация. Мы приехали в очень хорошее настроение. Дойдохме в много добро настроение. И пока врач нам все это объяснял. Докато лекарът всичко не объясняваше. Мое настроение просто вот так вот. И моето настроение така започнало да падало. Падало, потому что у меня были ожидания, что когда сделают операцию, она будет выглядеть просто идеально. Ну, когда он показал работы фотографии, я поняла, что как бы невозможно это просто идеально исправить. Ну, наверное, вы заметили, у нее там есть маленькая расщелина на губе. Вот. И, ну, у Рома все время было хорошее настроение. Рома присял то времен беше в доброе настроение. Мы вышли с консультацией, я такая, блин. Для захода к консультации я сбег в таком влоше настроение. А он такой, да ты что расстраиваешься, все вообще классно, все так хорошо. Ты видела, что он сказал, он же все время нас успокаивал, что все будет вообще замечательно. Рома, оказывается, что ты расстроишься, всичко наред, то не успокаиваешься, я вашу всичко не объяснил. А у меня просто внутри, видимо, просто из-за того, что не хотела сделать эту операцию, я начала себе искать какие-то отговорки. Я начала уже во время консультации искать какие-то другие больницы, там, в Турции или еще где-то. Хотя здесь просто эту операцию нам дарят, то есть это боготворительная такая ассоциация. А в других странах она стоит около 2500 долларов. А в других странах она стоит 2500 долларов. Вот, и мы выходим в коридор, и там медсестра мне начинает объяснять, что ей будут наклеить какую-то штуку, ей надо делать разные анализы, сдавать. То есть я понимаю, что это нужно будет еще, чтобы ей прокалывали там какую-то часть тела, чтобы брать кровь. И, короче, у меня лицо было, наверное, очень расстроено, хотя мне казалось, что у меня нормальное лицо. Вероятно, лицо мне было расстроено. Может быть, миссия, что это нормально, но... И под самый конец зашла одна девушка с ребенком. И в крае влезла одна жена с дететей. И она на нас так посматривала. А я просто всматривала с ребенка, потому что я понимаю, что если они пришли в это отделение, то, значит, у нее, скорее всего, такая же проблема. А у него все в порядке. И я как бы смотрю и думаю, ну, блин, ну, господи, почему вот именно у нас такое произошло? И я с губоглядных видя, что это не маню, что такое? И мы уже выходим к выходу. И эта девушка подходит вот так к нам. И говорит, у вас тоже проблема у вас, как у вашей дочки, деформация губы? А, вы имаете подобен проблем, като дефект на устната? И я говорю, ну, да. И она говорит, у меня тоже. И тя казва, и не я сошту. У ее младшего третьего сына у нее тоже был дефект. Третий сын имал подобен дефект. И она мне говорит, я вижу, что ты расстревожена. Виждам, че си расстроена и расстревожена. Она говорит, пожалуйста, не переживай, все будет хорошо. Не се притесняла всичко, что будет на это. Она говорит, когда я пришла сюда, я тоже так смотрела и была очень напугана. Тя казва, че куга-то я была тут за первой пыль, что я была исплашена. И мы с ней прошли уже к лифту. И заедно с ней вырвяхем как масанцера. И она мне говорит, я тебе сейчас покажу фотографии. Она достаёт фотографии своего сына, начинает мне показывать фотографии до. Тя започла да показывает снимки на сына и показывает снимки до. И у них было все намного хуже. То есть у них была двойная расщельна с двух сторон. И при тях было много положено и была двойная расцепнена. Очень глубокая. Много глубокая. И показывает фотографии после и говорит, вот, смотри. Там реально очень красивые мальчики, как бы ничего его не портит. И она меня как-то успокоила и говорит, вот, смотри, иди к этому врачу, делай то, корми её так после этого. Я поняла, что реально Бог её послал, потому что просто она занесла какой-то документ на пять минут. И она вышла со мной, чтобы меня успокоить. И, мислячи, Бог ей спрятил, да меня успокоить за что-то. Тя просто за пять минутки душла в болнице, да донеса некого документа. И тя, следовая слеза, започна, да меня успокоила. И потом я ещё начала вспоминать, что после родов... Это была ночь. И как раз, когда я рожала, зашёл на смену мужчина один. Врач. И он как раз осматривал Абичку, и он мне её принёс. И он очень деликатно мне всё объяснял. Говорит, пожалуйста, вот, смотри, не расстраивайся, у неё лёгкий дефект. Но это очень всё поправимо, короче, не переживай, это вообще небольшая проблема. И потом уже на следующий день, когда меня осматривал врач, тоже пришёл он. На следующий день, когда друг лекарь меня углеждал, дойде сыщая муж. А у меня после родов увидели, были глаза красные. И видях, что с литражданами имах червени уши. Капилляры полопались. И он подумал, что я плачу. И то я помыслил, что я сплачу. И он, пожалуйста, мамочка, не плачь. Ты что переживаешь, это же такая мелочь. Главное, чтобы она была здорова. И он ради меня узнал, где можно сделать эту операцию. И как раз он посоветовал вот это место в Пловдиве. И поэтому я успокоилась и поняла, что реально Бог нас туда направил. Короче, пришёл такой мир тоже. И ещё одно свидетельство, что... Нам изначально некоторые родственники сказали, не говорите никому про эту проблему. Вообще не показывайте её. Фотографии не выкладывайте, чтобы никто не видел. И я сейчас из-за этого чувствовала такую несвободу. И я заради этого усещала несвободу. Потому что я выходила на улицу, когда подходил какой-то знакомый, я типа пыталась спрятать. И когда-то из-за на улице едва шенеков познать, и саупитвах, да я с Корея. Как бы прятать, это значит, что я её стесняюсь. Но я её не стесняюсь, потому что я её очень люблю, и она для меня очень идеальная. Я поговорила и с Ромой, и со Стасией, и, знаете, подруга. Я говорю, ну я не могу это прятать. Мне легче сказать всем, что есть такая проблема, и что мы вот так с ней справляемся. И она говорит, что если Дух тебя святой побуждает, то ты не можешь засунуть внутрь тебя Святой Дух и сказать, всё, молчи. Но если Святой Дух ты побуждает, когда его направишь, не можешь дому кажешь «не». И я сказала, Господи, если тебе угодно, чтобы я как бы говорила, что есть такая проблема, рассказывала людям, то, пожалуйста, скажи мне через других людей. И я сказала, Господи, если ты скажешь, что я рассказываю с той проблемой, на друге ты скажи мне. И я в течение двух дней получила ещё несколько подтверждений. И поэтому я верю, что это всё равно обратится во благо, и что это будет чудом для других людей тоже. Потому что уже как бы сначала уже начинаются такие чудеса, я вижу, как Бог ведёт. И это будет таким большим свидетельством тоже. Да, и я коротенько поделюсь. Я скратко что-то добавлю. Не, пока спит. И вообще каждую поездку у нас Бог так благословляет. Всяку путешествия Бог не такая благославия. Постоянно усматривает что-то невероятно чудесно красивое. Постоянно подготовит нечто чудесное и красивое за нас. То мы оленя там на расстоянии руки увидим от нас, и они не будут бояться. То прекрасную погоду, людей и прочее. И в этом году то же самое. Вот молния и дождь были очень красиво. И вот когда мы поехали в клинику, но Аня уже сказала, что у меня настроение всегда было хорошее. Потому что я знал, что всё и так хорошо, но будет ещё лучше. Для меня большим было чудом и свидетельством того, что наши молитвы работают. Это про то, как Абичка спокойно перенесла дорогу. Спокойно засыпала в новых местах. Вообще начинает качать, она такая, а, спать, хорошо. И когда вот мы пришли в клинику, ну, врач там объяснял, всё говорил. И у меня действительно такое было, что я вообще даже, ну, не хотел делать операцию. Потому что я и так считаю её самой красивой, самой лучшей. А с такой мысли, что наиболее красиво-то. Но из-за того, что в будущем дети, когда маленькие, они всё равно жестокие. Но в будущем, на лику отрицательства, маленькие, всё равно жестокие. А то, что у них ещё нет этой тактичности и прочего, и прочего, и чтобы не вызывать комплексы, я такой, ну, ладно. Я наоборот считаю чудом, потому что, ну, врач говорил, что это настолько незначительное, что могло быть намного хуже, что человек мог к ней не родиться. И, ну, я всё прослушал, он показал фотографии, там, конечно, дети приходили там и с десной, и разцепленные носом, и так далее. Они настолько всё делали шедеврально, что если не всматриваться, то даже и не видно. То я показывал различные снимки, хората сайдывали с, ну, децата проблеми, с, ну, разцепленный нос, уст на кухина, така добре саправили всичко, че дори, ако не знаешь, няма да видишь, че има нечто. Ну, и когда вот я после этого в общении с врачом разговаривал с Аней, я понял, насколько Бог вот действительно создаёт семьи, что мужчина, женщина, насколько вот мамы переживают, и они иногда слышат всё по-другому. И в след, когда ты излезлах моего доктора, и общалась с Саней, тогда разбираешь, как Бог создала семейство, и как майки ты, куда ты затревожишь, чувства по различным начинам штата. Что папа чуть более спокойный, более в таких моментах рассудительный. Такие в моменте баштилися поспокойнее, порассудительнее. Что когда мы отобщались, было чувство, что он нам разные вещи говорил, мы как-то по-разному восприняли одну и ту же информацию. И когда то говорили мы с Саней, и мог чувствовать, что служили мы различные хоры. Но у меня вот в детстве меня очень часто отправляли в военно-спортивные лагеря, готовили к военной службе. В детстве то сами испрашивали на военно-спортные лагеря, и сами готовили за службу. Вот подразделение ГРУ, это главное разведуправление. Това и главное развед... А, разузнавательное отделение. И у меня с тех пор остался такой навык, что надо, ну, вслушиваться, изучать, смотреть, что, как. И оттогава имам навык, что тряло да слушаем, да изучавам повнимательнее. И пока нас регистрировали, я пошел в разведку. Я вот с Абички показывал картину, слушал, о чем и как говорит персонал, как себя ведет. Посмотрел все грамоты, награды, таблички. Увидел, что вся аппаратура, которая есть, это личный подарок президента Болгарии. Видях, че цялата аппаратура, която имат, это подарок от президента на Болгарии. Что спонсоры этой клиники являются, ну, одними из самых крупных, не только болгарских, но и европейских фирм и людей. И спонсорите на тази болница са големи фирми, не само в Болгарии, но и в европейских държавах. Что профессор, который, ну, там главный, он тоже известный хирург вообще. И главния профессор, той известен хирург по целоте Болгарии, и что у них уже опыт более десяти лет. И я такой, ну, мы в нужное место попали. Поэтому я был спокоен и молился только, что Бог мне дал мудрости и дал людей, чтобы успокоить Аню. И вот эта женщина, действительно, это был подарок от Бога. И мы уже спокойно вышли, потом покушали. Дальше поездка была вообще замечательной. И так кратенько скажу вот про Бургас. Я там виделся с ребятами вначале, что-то типа мальчишника было. И вот мы общались, общались, я рассказывал, что их тут, как мы делаем. И там ребята уже таки, не, нам надо в Варну переезжать. И някую молодежь, как-то треба да се изместим в Варна. Тут у молодежки движ у них. И вот я зачастую вот рассказываю, что вот для нас, для нашей молодежи, кажется обыденностью, что это наши обычные дела. А для всех других это что-то, ну, невероятное. И вот я получил такое откровение, что насколько, да, важно знать волю Божью. Получил откровение, важно да знаем Божията воля, но очень важно ее и исполнять. И мы когда пришли на свадьбу, в эту церковь, мы знали пару человек там по лагерю, по другим конференциям. Но у нас там знала вся церковь практически. И они такие, о, вы Рома Саня из Варны, молодежь. А мы заочно с вами знакомы. Наша молодежь, про вашу молодежь, очень много говорит, они вас очень любят. Наши молодежи много говорят за вас, много вы убитят. И они всегда ждут с нетерпением приехать к вам, к молодежи. И у меня такая радость, что действительно Бог так действует в нашей жизни, так поднял у нас молодежку. А пока нас не было, ребята очень круто тоже провели молодежку, игры. Я опять вас хвалю. Опять в Ютубе напишут, что я сатанист. Даже кто не знает, на прошлом мое свидетельство, когда я хвалил каждого члена нашей молодежки, и мне написали комментарии, что я сатанист. Я понял, что конкретно вас нельзя хвалить. Людям не нравится, когда я вас хвалю. Не, но слава Богу, у нас реально самая лучшая компания, и вот в таких поездках, когда я общаюсь, я понимаю, что действительно Бог нам собрал отличную команду. И слава Богу, что да, действительно, он благословляет, оберегает, и всегда нам дает такие крутые путешествия. Успокаивает и дает нужных людей. Упаздывающие, да, вот такие возможности. Спасибо. И не спрашивай, что нужен ты хор. Слава Богу. А не уходи, мы сейчас за детей будем молиться. Дети, пойдемте, мы помолимся, благословим.